Один новичок, один Алекс Тури, один турник и один месяц. Что может выучить новичок за это время? Второй сезон. Привет, друзья! С вами я, Алекс, и смотрите второй сезон «Что может выучить новичок за одну тренировку?». Это первые выпуски. Сегодня мы взяли Вову для того, чтобы он тренировался вместе с нами. Всем привет! Меня зовут Вова, и мне 17 лет. Я новичок в воркауте. Моя база – это 12 подтягиваний, 20 на брусьях и 20 отжиманий. Также я умею выходить на одну и пойдем с переворотов. Итак, как мы видим, у Вовы относительно небольшая база для новичка. Он, как и большинство новичков, приходит на турники с такой базой, хочет выучить какие-то трюки на турнике, увеличить подтягивания и так далее. И этот видос будет состоять как раз из такого. Мы постараемся его научить нескольким базовым, достаточно простым элементам за один видос. И в конце видоса мы прокачаем его базу и покажем ему, как увеличить количество подтягиваний и отжиманий. Если хотите продолжения, чтобы быстрее вышла вторая часть, давайте всего 5 лайков, прожимайте лайкосик и сразу залетает она на канал. Начинаем! Сколько можно заработать на инвестициях? Нисколько. Если ты не разбираешься и не знаешь, кому довериться в этом нелегком деле. Надежная инвестиционная компания – это та компания, которая открыта и прозрачна. Она показывает, куда инвестирует, сколько зарабатывает и самое главное – вовремя выплачивает средства своим инвесторам. Инвестиционная компания Avalon вкладывается в современные технологии и стартапы уже более 5 лет. Каждый инвестор компании получает 1,3% ежедневно к вложенной сумме. Вложив всего 50 тысяч на 28 дней, ты получаешь 23 тысячи чистой прибыли с учетом всех бонусов. Минимальная инвестиция – это всего лишь 100 рублей. Пока не поздно, ты можешь стать инвестором проекта Avalon, пройдя простую регистрацию по ссылочке в описании. Итак, начнем мы с элементов. И, Вова, первый элемент, который мы сегодня будем учить – это на разминочку будет крокодильчик. Знаешь, как он выглядит? Нет. Сейчас я тебе покажу. Я думаю, это с первой попытки повторишь, что здесь будут такие элементы, которые реально можно выучить даже без той базы, которая есть у Вовы. Let's go на брусья. Так, смотри. Твоя задача – поставить руки на трубу нижним квадом. Вот таким. Берешься вот так. Запрыгнул. Локти ставишь на живот таким образом. И поднимаем ноги. Это у нас и есть крокодильчик. Давай пока что без моих максимальных объяснений попробую сделать. Дальше уже я объясню, если не получится. Вот. Да, руки поуже. И ноги немножко выше подними. Да, 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 да. Красавчик. Первый элемент плюсик с первой попытки. Бум. Честно говоря, я думал, что на этот элемент уйдет гораздо больше времени, потому что в прошлом сезоне я учил парня, который, ну, прям минут 20 учил крокодильчик. Так. Так. Упери. Поднимай ноги. Переходим сразу к следующему элементу. Это у нас страшный максимальный элемент – топорик. Хочешь учиться его сегодня, либо немножко стрёмно? Хотелось бы. Окей, если хочешь, то реально сейчас выучим. Давай залазь на турник. Итак, сейчас наша задача, когда он залез на турник, взять его за руки довольно логично и потянуть, чтобы он спрыгнул. Давай сюда руки, отпускай. Да, страшно немножко. Ничего, ничего. Давай руки. В эту сторону. Вот так. Да, красавчик. Теперь с третьего раза на третьем махе мы спрыгнем. Два, три. Вот, только сейчас был момент, он очень зажатый из-за того, что ему страшно. Он прям скрутился, сгруппировался. Если бы без моей помощи, скорее всего, он бы упал. Поэтому сейчас вот этого будем избавляться. Давай сразу следующий дубль залазим на турник. Так, давай теперь я возьму одну руку. Тоже так. Да. На третьем махе. Раз. Два. Ничего, он не упал бы здесь мягко, если что, постелили. Когда я тебя тяну за руки, ты ноги держишь вот так из своего тела. То есть у тебя не хватает маха, и когда ты уже спрыгиваешь, отпускаешь ноги, у тебя не хватает скорости, чтобы раскрыться. То есть ты в воздухе буквально останавливаешь себя. Поэтому постарайся тело держать вот прямое, вот так. Страшно? Теперь да, да. Сейчас. Залазь. Будуться на таком пафосе было лучше просто. Так, ноги выпьем. Вот, прям вот тут прогнись. Вот, красавчик. Раз. Прыгай, когда я прям 5 минут. Три. Вот. Смысл этого элемента, когда он делает раскачку, не прыгать, как на прошлом, как бы не совсем удачном дубле, вот тут отпускать ноги. Тебе нужно спрыгивать, когда ты уже поднимаешься вот так над землей, ты видишь землю и чувствуешь, что если ты отпустишь ноги, ты просто вот приземлюсь со внизу. Так, давай руку. Ноги выпьем. Вот тут. Вот, красавчик. Раз. Нет, чекай. Два. Супер. Ест. Нормально, уже почувствовал, да? Да. Вот таким образом, в принципе, учится топорик. Небольшими шажками преодолеваем страх. Не устал еще? Ноги не болят сильно? Следующим шагом мы будем учить раскачку без моей помощи, чтобы он умел спокойно сам раскачиваться. Главная ошибка, да. Ну, молодец. Сейчас поднял руки наверх и вымахивая себя в ту сторону. Да. Сильнее. Сильнее. Еще больше. Смотри, вот здесь ошибка сразу. Поднял ноги сюда. И типа отсюда уже не просто вниз опускайся, а вот так. Прям туда махай. Давай еще. Не. Не упускаешь. Мы делаем так. Я его раскачиваю. Помогаю ему в раскачке. Он отпускается в тот момент, когда я ему говорю. Это пока что на этой тренировке топорик будет так. Если выучишь, конечно. Руками не махай. Давай. Ну, это элемент из разряда, знаете. Либо делаешь, либо боишься. Поэтому, скорее всего, мы на одном из следующих выпусков выучим. И переходим к следующему элементу. Следующий элемент, слэш-упражнения, это будут отжимания с хлопком на земле. Сейчас я показываю, как они не выглядят, но это, в принципе, название понятно. И делаешь. Обычные, обычные отжимания. Давай попробуй. Ты кажешь, я ценный пробовал. Нет. Давай попробуй. Нормально. Ну, ничего сложного здесь нету. Красавчик. Я не удивлен, честно. Поэтому, Вован, сейчас мы делаем усложнение этого упражнения. Отжимания с хлопком за спиной. На самом деле, отжимания с хлопком за спиной, это не такой страшный элемент, как вам может с первого взгляда показаться. Большинство, большая часть этого элемента делается за счет техники. Сейчас показываю, как его делать. Смотрите, занимаем положение на земле. И наша задача выкидывать себя вверх не за счет взрывной силы, вот так, типа прям. Да, так можно сделать, но пока что так будет нам сложно. Поэтому, в самом начале, первым шагом, наша задача сделать вот так. Когда мы отжимаемся, поднять нашу пятую точку немножко наверх. И вот в этом моменте откинуться немножко наверх тоже. Вот как оно, в принципе, будет выглядеть, такой читерский вариант. То есть мы немножко вперед подпрыгнули. Попробуй сделать. Во, красиво. Ой, супер. Ну, по сути, ты сделал, только ты животом ударил бы, так понял. Да. Супер. Итак, хлопок у тебя за спиной получился. Конечно, не самый четкий, но мы засчитываем этот трюк тебе, этот элемент. И переходим к следующему элементу. Он уже будет пострашнее, но намного красивее, чем все элементы, которые мы сегодня до этого пробовали. Let's go на брусья сразу. Это у нас стойка на дельтах. Задача в этом элементе буквально поставить себя на дельты. Вот сюда, на трубу. Вот так. И поднять ноги вверх. Аккуратно. Вот. Теперь ноги махом прям закинь сюда и идешь к решету в голову. Давай так. Оба-на! Это выпускаю, да, Дарвиса? Да, не знаю. Ну, это быстрее, чем я думал. Стойка на дельтах от Вавана за первую попытку. Красиво. Давид, опускайся. Аккуратно. После того, как мы выучили стойку на дельтах, у нас будет сейчас самый сложный, полусиловой элемент за этот видос. Показываю, как он выглядит. Ты имеешь только выход на одну, да, сказал? Да. Будешь иметь первый выход на две. Смотри, здесь суть в том, что когда ты ставишь на подбородок, ты себе как бы облегчаешь вот это движение, когда ты держишься на полусогнутой. Дальше ты делаешь мах вперед, на махе назад, вот сюда прям ногами машешь и сразу закидываешь руки. То есть вот одно движение. Глуп, закинул. Да, поставь прям. Сильный мах назад ногами. Только в подбородок не забирай. Отдыхай. Перекрасывай. Вот, 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 вот. Назад. О! Уже лучше, уже намного. Здесь в таких элементах, кстати, даже если у вас нету сил, вы можете вырулить чисто за счет маха сильного ногами. Давай. Вот. Опа! Есть! Немножечко через одну, да, было? Бонусный элемент для вас сегодня. Элемент, который сможет выучить кто угодно. Девушка, парень, наверное, даже собака, если ее лямками к тренику прикрутить. Вначале, скорее всего, ты не сделаешь, потому что страшно будет. Будешь делать вот так. Один хват так, один так. Когда ты делаешь мах вперед, ты делаешь вот такую тему. Одной рукой. И то, треба обидрваться с турника. Забыл еще сказать, короче, что тебе нужно встать на середину турника, чтобы ты не ударился. Вот, красавчик. И сейчас твоя задача сделать вот так. Когда ты руки уже бери, чем уже руки, тем легче в этом друге. Берешь вот так. Мах. И нажим не достать. Это будет у тебя саленжировка, лайтовая версия. Можно. Красавчик. Я только хочешь с проводой, я к нему не справлю, окей? Да, да. Как раз этот этап сейчас и идет. Тебе нужно попробовать. Только чем уже руки, тем легче. О, красавчик. В будущем просто будешь избавляться от того, что ты руки переставляешь по одной, и будешь сразу, как я, закручиваться двумя руками. Перед тем, как приступать к базе, сколько мы сегодня элементов выучили? Шесть вроде базовых, максимально простых. Он только топорик не до конца сделал. Это все за одну тренировку, при том, что он новичок. Ну, по сути, он не тренировался до этого нормально. Сейчас, конечно, в конце тренировочки, в любом случае, мы делаем базу. Потому что много вопросов, как увеличить подтягивания, как прокачать свою выносливость, и как вообще тренировать базу новичку, совмещая с элементами. Сейчас мы вам это все покажем. Ты как раз говорил, что у тебя задача увеличить немножко свои подтягивания и отжимания. Поэтому, let's go! Ну, в первом занятии мы с Вовой будем использовать максимально базовую, стандартную тренировку на выносливость. Короче, да, сейчас твоя задача сделать первым шагом выходы на одну, так как выходы на две ты не умеешь. Поочередно правая и левая рука, ну, хотя бы 3-4 раза, сколько сможешь. Потом отжимания с упора, не слазя вниз, отжимания с упора и подтягивания. Да, правая рука. Да, да, да. Левая рука. Еще раз сделаешь. Давай. Еще один раз. Пойдет, пойдет, давай. Вытягивай. Отжимания в упоре. Давай 10 ставь цель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаешься еще. Ну, окей. Нужно было еще раз, ну, окей. Давай. Ставь тоже цель 10. Три. Давай. Спасибо. Давай, давай, давай. Еще два. Давай. Красавчик. Это был первый круг. Делаем отдых примерно, ну, для него минуты-две. Полторы минуты. И делаем еще один круг заключающий. Лаван, ты сегодня огромный просто молодец. Реально. Для новичка просто мощный. И видно, что старается. Потому что я боялся брать какого-то человека на тренировки в видосе. Потому что я думал, он не захочет тренироваться. У него не будет желания. Но Лаван просто красавчик. Выучил и элементы, и старается и делать базу. Поэтому я уверен, что через месяц-два он будет прям красавчик. И прогресс у него будет бешеный просто. И, конечно, если мы наберем на этом видосе 5000 лайков, то выходит сразу вторая часть. Поддержите, потому что мы стараемся. И, конечно, передайте привет Лавану в комментариях. И напишите, чтобы он старался. Поддержите, короче, его и этот видос. Далее более. Продолжение следует...